Времени суток. Доброго всем времени суток. И мы с вами продолжаем вводный курс Школы Энергозвука, урок номер 5. Автор школы Ирина Искольдович. Основы. Что следует знать? Итак, начиная заниматься Школой Энергозвука, еще раз вам напоминаю, что основа школы – это система взаимодействия энергии и звука. Поэтому все системы, находящиеся рядом, связанные с энергией, со звуком, мы будем с вами обсуждать, говорить. Для того, чтобы лучше разбираться в этих понятиях и понимать практики. Священное пространство сердца, пространство энергетическое вокруг человека, когда он поедет. Мы с вами посмотрим на эту лестницу и увидим, что ничего невозможного нет. Несколько шагов отделяют нас от момента, когда мы не хотим ничего делать, и момента, когда у нас все получается легко и просто. И мы счастливы, окрыленные тем, что прожили этот момент в успешном действии. Итак, урок номер 5. Основы. Это система реальности. Здесь мы с вами поговорим о йоге, о шатантре, о шаманах и транссерфинг реальности Владимира Зиланда. Прежде чем приступить к расходу о этих системах, помним также с вами, что знание, умение, навык приводят нас с вами к автоматизированному действию. К тому же, все делаем легко и просто. Что такое йога? Почему она находится очень близко к школе энергозвука? Наверняка вы слышали такой термин, как йога звука. Слышали о мантрах и, может быть, некоторые из вас занимались йогой и чувствовали то, что йога приносит человеку здоровье, приносит человеку гармонию в его тело. Направлений йоги очень много. Каждая йога ставит акцент на определенную фидотехнике, практике. Поэтому и страджа йога, карма йога, шаньяна йога, хатка йога, интегральная йога. Действительно, направлений йоги очень много. Но все это связано с практиками дыхания, практиками физического тела, духовными практиками. И, как вы могли заметить, в 2016 году ЮНЕСКО, отметив существенное влияние на эффекты жизни людей, унесла в список нематериального культурного наследия человечества йоги. Что же такое йога? Йога – это прежде всего осознанное действие. И основным акцентом йоги в практике ставится то, что, когда вы делаете что-то осознанное, пребывая всем своим существом, каждой клеточкой, полностью, в этом действии, то вы совершенствуете и свой дух, и свое тело, отдаетесь прекрасно. Гармонично. Я же вам предлагаю познакомиться с практикой йоговской – это громкий опыт, эмоции, экспрессии. Результатом практики – это удовольствие и расслабление тела, ощущение единства, блаженства, тишина ума. Практику смеха и плача используют многие, откуда она пошла, кто ее вел, когда ее вели. Неизвестны. Но всегда ощущаю, что, когда человек смеется и даже плачет, он очищается. Тем самым из него выходят эмоции и соединяются с чем-то, вероятно, прекрасным. Если вы не слышали от практики улыбки, например, когда можно улыбаться каждой своей клеточкой, каждым своим органом, глазом, ручками и даже органами, почками улыбаться, мы все равно ощущаем это состояние внутренней улыбки. И один из йогов, занимаясь практикой йога-медитации, вдруг ощутил, что можно в таком состоянии пребывать достаточно долго. Посмеяться, йога-хо-хо-хо, громкий хохот, это также энерго-смех. И здесь, прежде всего, мы ощущаем эту вибрацию, это состояние эмоционального соединения души и тела. И практика, смеха-практика подходит любому. Можно даже всей семьей добраться и посмеяться душу. Подробный текст вы сможете прочитать в конспекте. Ссылка будет в описании. Дальше мы с вами поговорим об интегральной йоге. Шри Аура Винде. Известный йог-практик. И не только. Выдающаяся личность. Открыл новое направление в йоге. Это интегральная йога. Один из его последователей, Сат Брэм, написал удивительную книгу, которая называется Шри Аура Винде или путешествие сознания. Где рассказывает о жизни Шри Аура Винде, его жизнедеятельности, и основных принципах интегральной йоги. Прежде всего, Шри Аура Винде открывает и направляет наш стоп на нисходящий поток, который проходит через все наше тело и соединяет с космосом. Большой акцент внимания Шри Аура Винде уделяет разуму и тому, что происходит с человеком на различных уровнях ментальным, диритальным. Как все это упорядочить, соединить единое целое и делать так, чтобы человек чувствовал и соединялся с любой информацией, получал понимание в любой информации в любой момент, мог считывать мысли, мог даже передавать свои мысли и реализовывать в реальность. Очень подробно, очень интересно. В этой книге вы можете ознакомиться с интегральной йогой. что происходит с человеком, когда его поле сознания очищается и через безмолвие он начинает ощущать мир первичной вибрации. он открывает, что во всем есть сознание и разные уровни сознания есть и у простых вещей, и у людей, и у растений, и у камней. И можно ко всему к этому соприкасаться, получать опыт и путешествовать в различные миры. естественно, это бесценная информация, к которой хотелось бы соприкоснуться. и также в школе наркозвука многие вещи соприкасаются с интегральной йогой. Таким образом, то есть то, что уже описано в интегральной йоге, человек начинает ощущать на практических занятиях в школе наркозвука. Здесь очень подробно он говорит о вибрации, о том, что если что-то не входит в наш спектр, и мы, например, сами себя отфильтруем с интегральной решеткой то мы не способны воспринимать другие частоты и вибрируем только на своей частоте. Как только мы поднимем в зону безглобия, мы начинаем воспринимать волны, которые даже раньше не воспринимали и знакомиться с миром на разных спектрах. сон бодрствований и смех дает нам возможность войти в контакт с именными формами сознания. в центре сознания о том, что в человеке есть различные виды вибрации. Это то, что мы называем чакры. Каждая чакра вибрирует по-своему. И как научиться через внутренний центр всем этим управлять и создавать свою волну. Все это также в школе энергозвука. Сознание сила, сознание есть радость. Естественно, весь текст здесь не приводится, а основная часть, которая максимально соприкасается с тем, что открывается и в школе энергозвука. Следующая практика, которую там рекомендует Калина Борисовна Шереметьева, это пять состояний человека. «Радуюсь, люблю, благодарю, творю, созидаю». Формула этих пяти слов мощнейших по вибрациям. И действительно, если все делать в состоянии пяти, ярких вибраций, то все получится замечательно. Далее приводится отрывок из уже рекомендованной вам «Игра мила». Описание из пределы о том, что такое звук в йоговском понимании, что такое вибрация «Игра миловая», «Он», «Крестуссующий» повсюду во Вселенной. И еще раз акцентирую ваше внимание на том, что это шедевральная система «Игра мила», и чем больше с ним соприкасаешься, хоть каждый день кидаешь кубик, изучаешь, тем на самом деле интересно углубляешься во многие понимания энергетического взаимодействия. здраво далее вашему вниманию предлагается ознакомиться с системой известного известного философа практика «Оша». Коша оставил очень много работ в своей системе, и по воспитанию детей, и по взаимодействию мужчин и женщин. Также ему при жизни удалось создать свой ашрам, где люди жили в практике, в медитации, в познании мира, в большой общине. О чем же говорит Уша? Уша говорит, что энергия – это просто энергия, и поставить себя как энергию вы можете через любую практику. И то, что сейчас наиболее искажено, это сексуальный вид энергии, Коша очищает своим взглядом, говоря о том, что не надо извращений, а нужно стремиться к уваженству, к эфсказу, для того, чтобы познавать энергию, учиться ею управлять. И через такой опыт мужчины и женщины, в конце эксказа, человек может прийти к глубочайшему энергетическому взаимодействию. Он очищает также ментальные планы и рассказывает о том, что происходит, когда секс есть запревращение, энергия протекает. Не так, как хотелось бы, или наоборот, когда энергия замечательно протекает, что происходит тогда. Ознакомиться с ним, с его работами, с его системой, взглядами, вы можете самостоятельно. А мы с вами сейчас перейдем к системе взглядов шаманов, которые также общаются с энергией. И я вам предлагаю, если вы еще не соприкоснулись, с замечательными двумя представителями, по крайней мере, описанными в книгах. Это «Кухот шамана» Владимира Серкина. И, конечно же, наиболее интересная, активная сторона «Бесконечности» Карлоса Кастанилла. О чем же говорят шаманы? Шаманы также используют вибрацию, состояние безмолвия, транса, так они называют, в котором человек может действовать как единое целое, как организм, тем самым входить в контакт с различными существами, мирами и учиться управлять всем этим. Это огромная система практик, где человек взаимодействует с природой, и человек взаимодействует со звуками, звуками, и это интересно изучать, это интересно практиковать, и даже познакомиться с шаманскими обычаями, предметами и системой. Владимир Зеланд. Транссервинг реальности. Одна из новейших систем, опубликованная Владимиром Зеландом, физиком, который также ставит акцент на энергетических маятниках, и то, что происходит с человеком, как сформировать свою реальность, как сделать так, чтобы человек вышел из по влияния этих маятников, и начал моделировать свои варианты. Это действительно уникальный труд, открывающий глаза на многие вещи. Многие цитаты Владимира Зеланда стали уже хитами, и многие люди избавились от проблем, от болезней, от тяжести в своей жизни благодаря этой системе. Здесь он рассказывает о многовариантности линии жизни, о том, как можно перестраиваться с одной линией жизни на другую при помощи настройки. Здесь он говорит о дуальном зеркале, здесь он говорит о том, что самое главное – это научиться транслировать свою индивидуальную волну, чтобы перестать зависеть от обстоятельств и начать их формировать. Вы также можете ознакомиться с этой системой реальности. Все эти системы соприкасаются друг с другом, все они говорят об взаимодействии человека как энергии, и все они помогают человеку обрести долгожданное счастье, любовь, гармонию, дороги. Все они на каком-то уровне делают нас осознанными, и каждая из этих систем в какой-то момент также хорошо отображается, видна при практиках школы энергозвука. Поэтому в вводном уроке школы энергозвука хорошо бы знать о таких замечательных вещах. А я с вами прощаюсь, с вами была Алина Искович, до новых встреч. Всего вам самого доброго, самого лучшего. Пусть ваша жизнь раскроется как самый удивительный цветок ума, цвета, аромата и любви, счастья и гармонии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok